Салем, друзья! В этом выпуске мы расширяем границы знаний в области казахского танца. Роль танца в жизни любого народа неоспорима. Культурные традиции всегда были источником социального возрождения. Именно традиции позволяют человеку не потеряться, а приспособить свой образ жизни к стремительным изменениям современного мира. Стремление к развитию духовных основ этноса является характерной для всех стран мира. Разрушение национальной культуры казахского народа в годы культурной революции привело к деформации или забвению традиционного народного творчества. Самобытная танцевальная культура казахского народа непосредственно связана с традициями, музыкальным фольклором, свадебными обрядами, сопровождающимися играми и состязаниями. Тенденция возрождения национально-культурного наследия связана с приобретением Казахстана суверенитета в 1991 году. Проведенный научный анализ кандидатам педагогических наук Кульбековой Айгульки Несовны определил происхождение казахского танца в доисторический период и последовательное формирование его в общепринятых исторических периодах, где и было выделено пять этапов этнокенезиса. Первый этап с 7-5 века до н.э. до начала формирования казахской народности. Это конец 15-го, начало 16-го веков. Наиболее древними памятниками синтетического искусства, в частности танцевального творчества, является петроглиф и наскальное изображение. Второй этап – конец 15-го, начало 16-го веков. До середины 18-го века. С одной стороны, истории известны немногочисленные факты, характеризующие культуру казахов тех времен. Однако они достаточно маконично и точно передают историческую картину времени и традиций прошлого. Исследование данного периода, глубокий анализ различных источников, выявил немалый объем материала, оставленный выдающимся учеными, историками, этнографами, путешественниками мирового значения. Третий этап – середина 18-го века до начала 20-го века. Середина 18-го века явилась для казахского общества серьезным испытанием и переломным политическим событием. В 1731 году Казахстан вошел в состав России. В этот исторический период русские ученые, писатели, журналисты, путешественники активно начинают изучать историю, географию, богатство недр, уникальную культуру и быт казахского народа. Четвертый этап – начало 20-го века до 90-х годов. 20-й век открывает имена знаменитых народных танцоров, творчество которых носило многогранный характер. Они владели мастерством игры на различных музыкальных инструментах, виртуозно исполняли цирковые трюки, были одновременно комическими актерами, обладали техникой танцевальной пластики. С 90-х годов 20-го века становится более эффективным периодом и находится на начальной стадии своего развития. Исследования данного этапа имеют несколько незавершенный характер. Поговорим о видах и специфике народных казахских танцев. По сюжетной направленности, характеру и манере исполнения казахские танцы можно подразделить на следующие виды. Ритуально-обрядовые, воинственно-охотничьи, бытовые и подражательные, массовые. Далее мы коротко поговорим об эволюции развития казахского народного костюма. В национальной казахской одежде нашли отражение специфика кочевого быта, сословная и возрастная иерархия, эстетические вкусы. Основным материалом для национальной казахской одежды были хлопчатобумажные и шерстяные ткани, меха, кожа и войлок. Национальный костюм казахов имеет свои различия по географическому расположению – юг, север, запад, восток – и климатическим условиям. В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов – русских, татах, ракалпаков, алтайцев. Он имеет много общего с национальной одеждой киргизов, узбеков, туркменов. Имеются элементы прямого заимствования. Итак, подведем итоги. История возникновения казахского народного танца уходит в двух веков, имеет свои подъемы и спады в развитии и становлении. Также мы видим, благодаря чему казахский танец стал таким, каким мы его видим сейчас. Заглянув в прошлое, мы видим, что хореографическое искусство казахов складывалось, исходя из образа жизни, религии, географического месторасположения и является синкретическим видом искусства. Неразрывно связан с сухонародным творчеством, декоративно-прикладным искусством, национальным костюмом, музыкальным фольклором, обычаями и традициями казахского народа. Отличиями казахского танца являются манера исполнения, разнообразие выразительных средств, направленность и т.д. На современном этапе казахский танец базируется на фундаменте, который был заложен в начале советских времен. Приобретение независимости, сохранение и возрождение наработок прошлого, а также желание нации самоутверждения и самовыражения посредством искусства является новым витком для казахского танца. В видеосопровождении я использовал выступления своих коллективов, постановки которые были сделаны в разные годы, и каждый раз сочиняя танец, я открывал для себя что-то новое в этом интересном и поистине удивительном красивом танце. Все интересные факты о казахском танце пишите в комментариях. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.